Друзья, здравствуйте! Алексей Гомман, меня зовут. Это означает, вы, как всегда, на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон. Довольно громкие и тревожные слова прозвучали от советника по национальной безопасности США Джона Кирби. Соединенные Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украине. Что это означает? Чего ждать в ближайшее время? Говорим сегодня с американским политиком Борисом Пинкусом. Дорогой Борис, здравствуйте! Очень рад вас видеть. Добрый день, дорогие! Рад видеть и слышать. Слава Украине! И с Новым Годом тех, кто с нами впервые сегодня в нашем эфире. С Новым Победным для всех нас годом! И я уверен, Украина победит именно в этом году и очень скоро. Благодарю вас за вашу поддержку, Борис. Вас также с Новым Годом. Друзья, лайк этой беседе поставьте уже. Хотелось бы, чтобы эту беседу увидело большее количество людей. Итак, Борис, деньги, предусмотренные для нашей страны, закончились. Так, по крайней мере, заявляет Джон Кирби. Это все происходит на фоне масштабных новых воздушных атак, обстрелов, которые Украина сейчас как никогда нуждается в помощи. И вот здесь довольно такое тревожное заявление на фоне вот этих зависших денег в Конгрессе, которые так пока что Украина и не получила. Чего ждать в ближайшее время? Да, вот это заявление. Закончились деньги. Что это означает? Ну, речь идет о тех 61 миллиарде денег, которые уже давно муссируются в Конгрессе. И эти деньги должны поступать как продолжение той помощи, которая сегодня продолжается. Последний транш денег в размере полтора миллиарда долларов, он был оприхолодован буквально неделю назад. Но давайте так. Я не был бы очень слишком пессимистом в этом вопросе. Почему? Во-первых, есть позитив. Позитив в том, что в Сенате уже договорились, правда, устно, о том, что помощь Украине и Израилю будет согласована и подписана в Сенате. Теперь все взоры обращены на Нижнюю палату. А в Нижней палате у нас две даты. Первая дата – 19 января, когда будет согласовываться вопрос о финансировании федеральных структур Америки. Вот это очень важно. И в повестке дня также есть вот этот самый вопрос. Обсуждение, выделение денег Украине и Израилю. 61 миллиард в Украине, 14 миллиард в Израиле. Вот это очень важно. Есть вероятность того, что к 19, это очень скоро, что-то может произойти. И тем не менее, есть запасной вариант. Это 2 февраля. Это еще одна дата, когда часть вопросов, касающихся выделением денег федеральным структурам, они переносятся на 2 февраля. Вот в повестке дня той даты тоже есть, опять-таки. Это для запасного варианта, вариант B. Если, например, не смогут с 19 договориться, то ко 2 февраля должны окончательно. И в это я верю. Почему? Вот, пожалуйста, мы с вами много раз говорили о том, что республиканская партия, возглавляемая такими известными друзьями Украины, я их называю «Три Майкла». Майк Коул, председатель комитета по иностранным делам. Майк Роджерс, комитет по вооружениям. И Майк Тейлор, это комитет по разведке. И они, обратите внимание, оказывается, еще в декабре создали документ, документ, называемый «План оказания помощи Украине». Вот это было очень важно. Я вам должен сказать, что, к сожалению, у Байдена по сей день нет целей. Целей? Какова цель? Вот оказание помощи Украине раз, и оказание помощи Израилю. Цели нет. И нет стратегий. В этом вся беда. Понимаете? Поэтому война тянется. Вот уже два года, третий год переходит в Украине. А в Израиле это все еще шире разжигается. Почему? Да потому что Байден не может никак определиться, как быть с какими-то босиками-хуситами, которые вроде бы начали быть атакованными американскими и британскими войсками, но тем не менее это не атаки. Их надо бить один раз и навсегда, чтобы их не было, чтобы они исчезли. Вот этого нет. Понимаете? Поэтому и вот этот вот документ, потрясающий документ, который вот только-только был озвучен, опубликован, я напоминаю, тот самый документ, который вот тремя майками был подписан, он настолько существенен, что это и должно быть планом и стратегией Байдена по завершению войны в Украине. Давайте как раз вот подробнее, Борис, расскажем нашим зрителям. В этом документе республиканцы критикуют Байдена за то, что тот, вот его стратегия, у меня есть цитата, мантра Байдена о поддержке Украины столько, сколько потребуется, это проигрышная стратегия. Совершенно верно. Давайте, мол, сейчас предоставим все необходимое немедленно Украине для того, чтобы она могла окончить эту войну на своих условиях. Там речь идет и об атакам с дальнего действия, и об F-16, и об боеприпасах, и об артиллерии. То есть то, о чем давно уже просят, например, главнокомандующий Валерий Заужин. Абсолютно. Вы понимаете, я помню, мы с вами не раз в наших эфирах говорили об этом, что республиканцы давят в этом направлении. И вот есть уже информация о том, что республиканцы именно ставят условия Байдену. Вы знаете, вот посмотрите, леволиберальные следствия информации, которые буквально оккупируют наше медийное пространство в Америке на 80-90%, это и CNN, Washington Post, New York Times и многие другие, они не говорят правды. Они не говорят о том, что республиканцы уже второе условие имеют, кроме первого главного условия по усилению обеспечения безопасности наших границ с Мексикой. Вот это первое условие, которое они ставят перед тем, как подписать соглашение по оказанию помощи Украине и Израилю. Вторым условием, вот это очень важно, что скрывается ли демократами, республиканцы говорят, даже если мы договоримся по усилению безопасности границ с Мексикой, мы не будем подписывать эту помощь Украине и Израилю до тех пор, пока Украине не будет поставлены атакамсы радиусом действия 300 и более километров, самолеты F-16 и, конечно же, системы протяженности обороны Patriots. Вот эти три элемента должны быть обязательными компонентами помощи Украине. Если этого не будет, мы не подпишем. Вот так стоит разговор. И вот это вот вытекает из как раз-таки этого документа. Вы видите, как документ четко разоблачает этих негодяй, администрацию Байдена, которая, знаете, половинчато все делает, нерешительно, трусливо, постоянно, знаете, сопровождая вот этими уже надоевшими условиями, как бы не эскалировать, как бы не сталкивать львами две ядерные державы, Россию, Америку и так далее. Точно так же это применимо сегодня против Израиля. Израиль сдерживает Америка, говорит, не надо, будь осторожен, вообще надо заканчивать с этой войной. Вы понимаете, почему? Да потому что, опять-таки, Америка избегает конфронтации с Ираном, трусливо причем. Вот это самое страшное. Я уже не говорю про Россию. Вот это все вместе взятое настолько усугубило сегодня ситуацию, что вот этот вот документ, который представлен общественности, разработанный республиканцами, он в буквальном смысле разоблачает. И четко сказано, что все, что по сей день, те потери, которые несет Украина и американские политические, именно благодаря нерешительности администрации Байдена, которая задерживает поставку тех и иных видов вооружений. И, вы знаете, это очень важный фактор именно сегодня. Вы посмотрите, завтра в Айове начинаются первые первичные выборы среди республиканцев. Очень важные, критические. Эти выборы... Для того, чтобы наши зрители точно поняли, идет речь о том, что сейчас, завтрашнего дня, начинается с 15 января, начинается процесс, финалом которого должно быть выдвижение кандидатов от республиканской и демократической партии, в том числе на президентские выборы. Да, совершенно верно. И это первый штат, который вот завтра вступает вот в эту гонку. Вот это очень важно. И демократов, конечно, нет, там республиканцы, это первичные выборы среди республиканцев. И, конечно же, вот этот документ появился, стал опубликован потрясающе вовремя. Вы знаете почему? Потому что доминирует-то среди республиканцев Трамп, тот самый Трамп, который еще ни разу не высказался в пользу Украины. Он сегодня звучит в ушах обывателя, как противник войны в Украине, как человек, который готов пожертвовать территории Украины во имя мира с Путиным. Вот это звучит до сих пор. Почему? Потому что с тех пор, как это озвучил Трамп, сказав, что я за 24 часа решу эту войну и сяду, посажу за стол переговоров и Зеленского, и Путина, и этот мне друг, и тот мне друг. Я могу, я знаю. На что очень остроумно Зеленский ответил. Вы лучше приезжайте к нам, я вам за 24 минуты объясню, что вы не правы, что это не удастся вам сделать. И вы посмотрите, сегодня Трамп доминирует, здорово доминирует, хотя его положение, его позиция по отношению к тем, кто его догоняет, значительно сокращается. Если буквально пару недель назад отрыв был более 50%, сегодня уже около 30-34. А вот те, кто делят второе место пока, это Ники Хейли, да, и... Ники Хейли и Десантис, да. И причем Ники Хейли лидирует. Да, для наших зрителей по этим кандидатам, ведь совсем не факт, еще тоже напомню, что Байден, например, и Трамп станут кандидатами от Демократической Республиканской партии. То есть пока что это неофициальные кандидаты. А вот эти вот второе место, кто делят, Хейли и Десантис, если они займут место кандидата от республиканцев, какая у них риторика по Украине сейчас? Ну вот последние дебаты, которые были буквально вот на прошлом, в понедельник прошлый, они обнажили четко, кто есть кто, надо прямо сказать, где Мики Хейли однозначно, потрясающе четко, вы знаете, прям как государственный деятель, подчеркнула, почему Америка обязана, я подчеркиваю, помогать Украине до полной ее победы, и Израилю то же самое, и в то время как Десантис ограничился только Израилем, говоря о том, что, ну, Украине не нужно, потому что у нас более важные проблемы, это южные границы, и нам нужно решать свои внутренние проблемы, вот так вот он отдистантировался от Мики Хейли, и я вам скажу, он проиграл на этом, вы не представляете, сколько очков набрала после этих дебатов Мики Хейли, она обогнала его, она сегодня уже вторая, вы представляете, и вот эта позиция по Украине, она подчеркнула, что вот эти 68% американцев, поддерживающих Украину, им не безразлично все, что происходит сегодня в Украине, они за Мики Хейли, вот это очень важно, теперь я возвращаюсь к Трампу, вот это очень важно, почему, потому что Трамп последние пару месяцев молчит, ни слова по Украине, табу, и теперь представьте себе, вот этот материал, потрясающий материал, это, знаете, ядро республиканской партии, три майка, которые выдали документ, причем эти три майка поддерживают Трампа, самое интересное, более того, спикер палаты, Джонсон, ездил буквально пару недель, ну, где-то около трех месяцев назад в Мар-А-Лагу, это имение Трампа, и публично объявил, что он его поддерживает, сделал эндорсмент, вы посмотрите, казалось бы, что происходит, кто говорит правду, кто говорит нет, ведь Джонсон известный друг Украины, который постоянно говорит, мы должны помогать Украине до полной ее победы, и вдруг он едет в Мар-А-Лагу и поддерживает Трампа, который еще ни разу не высказался в пользу победы Украины, вы представляете вы, это о чем говорит, это говорит о том, что правы, видимо, я не отдаю на это 100%, но большая доля правды есть в словах тех, приближенных Трампа, которые говорят, что Трамп ведет игру, такую хитрую игру, чтобы не потерять порядка 10 миллионов американцев, у которых Украина не на первом месте, на третьем, четвертом, пятом. Почему? Потому что, я как-то говорил в эфирах, повторю еще раз, у нас население 338 миллионов американцев, 36 миллионов зарегистрированных демократов, 34 миллиона зарегистрированных республиканцев и около 32 миллионов независимых. За всю историю Америки никогда ни один кандидат не побеждал, ограничиваясь голосами только своей родной партии. Нет. Он обязательно побеждает, если голоса конкурирующих партий, тоже присоединяется к ним. Вот это очень важно. Поэтому Трамп не может победить только республиканцами теми, которые его сегодня поддерживают. Я вам напомню, он проиграл в 2020 году, Байдену набрав 75 миллионов голосов. Байден победил, набрав 82 миллиона. Так вот, сегодня Трампа поддерживает 60 миллионов. Пока. Это только республиканцы, вы понимаете? Вы теперь представьте себе, я имею в виду, ну не то, что только республиканцы, я имею в виду в основном республиканцы. И, конечно же, те, кто еще колеблется, там есть умеренные, или там демократы есть, 60 миллионов, это недостаточно для победы. Поэтому, вот есть мнение, что Трамп хитрит, что он пока молчит по Украине, прекрасно зная взгляды спикера, который за Украину руками и ногами. Это раз. Второе. Вот этот материал. Господа, это фундамент. Это, знаете, это почва, на которой жиждятся сегодня американские ценности. Мы не можем игнорировать то, что написали вот эти ребята трое, председатели комитетов. Это основа. Это очень важно. Это рядовые республиканцы. Это люди при должностях, в руководстве комитета. Конечно, это влиятельные люди. Это влиятельные люди. Это то, кто делает политическую погоду сегодня в Америке, во всем мире. Поэтому Трамп же все это знает. Представляете вы? Таким образом, я хочу успокоить очень многих наших слушателей. И более того, вы знаете, вот когда я читаю иногда наши отзывы на наши эфиры, одни пишут, вот, Борис, все было хорошо в том, что ты говорил, но как только ты заговорил о Трампе, я ухожу, я отключаюсь. Все, ты трампист, ты такой, ты сякой, и пятое, десятое. Господа, да, я трампист, и горжусь этим, но я поддерживаю Трампа до поры, до времени, пока он не поддерживает Украину. Украина для меня, и для многих дружей, значит, Украины, значит, отношение к Украине, это красная линия, это лакмусовая бумага. Она показывает, кто есть кто. Мы не можем сегодня, вы знаете, например, сегодня лидеров правых партий, которые уже появляются на Олимпе политических сил, в той же, допустим, в той же Голландии, например, или, вот, или, например, я сейчас могу вспомнить, а, ну, даже могу Аргентину привезти. Мы, вы знаете, они, вроде бы, посмотрите, строго за Израиль, но вот этот вот Бергенс, который сейчас выдвигается уже в Голландии, он против оказания помощи Украине, и я не поддерживаю его за это. Почему? Потому что ты не можешь помогать одной жертве и игнорировать вторую жертву, потому что рано или поздно ты будешь против первой жертвы тоже, сто процентов. Сегодня нет у жертвы цвета, религии, вы понимаете, да, пола, жертвы везде одинаково, что в Украине, что в Израиле. Поэтому сегодня Трампу предстоит, допустим, рано или поздно сказать правду, как он относится к Украине, но он не может сегодня быть против Украины, никак. Опять-таки, я возвращаюсь к этому материалу, который опубликован тремя известными председателями комитетов Конгресса, и позиции спикера. Таким образом, я больше начинаю верить тем, кто говорит, что Трамп как только выиграет президентскую гонку, он круто поменяет свое отношение к Украине.